Мнение из страны, для которой проблема сепаратизма, вот в чистом виде его, актуально уже многие десятилетия, хоть и не выходит там за рамки цивилизованных форм. Это мнение из Канады. По крайней мере, о ней часто говорят, когда вспоминают про сепаратизм. Так ли все однозначно? С нами на связи политический аналитик и следователь Эндрю Андерсон. Здравствуйте, Эндрю. Хорошо известный факт, что между сторонниками сепаратизма, ровно как и между его противниками, существует некая солидарность. Как в Канаде отнеслись к референдуму в Каталонии? Вообще страна очень диверсифицированная. То есть мы все очень разные, нас довольно много. И в принципе установка в обществе такая, что Канада, грубо говоря, это конфедерация индивидуальности. Поэтому про общеканадскую позицию тут сказать сложно. Однако есть несколько тенденций. С одной стороны, правительство. Правительство Канады, по своим взглядам, они достаточно близки к каталонским сепаратистам, потому что и те, и другие, левые. В то же время канадское правительство очень боится распада страны, и оно очень осторожно в данном случае, в смысле поддержки каталонских сепаратистов. Потому что у нас есть провинция Пёбек, которая совершенно другая. Вот она вроде бы часть Канады, но это совершенно другая культура. Не только потому, что это французский язык. Другая религия, другие традиции, ну всё другое вообще-то. Даже другие законы. Поэтому те, кто возглавляет Канаду, очень боятся, что может начаться цепная реакция. Потому что если можно Каталонию, то почему нельзя Пёбеку или кому-то ещё? То есть особого ажиотажа эта тема не вызвала? Нет много испанцев в Канаде. То есть испанцы есть, но их очень мало. И, кстати, как ни странно, испанская диаспора очень плохо организована. Вот сравнить их с португальцами. Вроде бы они очень близкие народы, но португальцы, они как один кулак. Они все заодно. Испанцы каждый за себя. Поэтому они неорганизованы, их не слышат. Когда, например, был референдум в Шотландии, то это нам близко. Шотландцев среди канадцев очень много. Практически каждый пятый, как минимум. То есть это родное и близкое. Но очень многих отпугнуло то, что в Шотландии, так же, как и в Каталонии, заправляют сепаратистскими движениями левые. То есть таких центристских, консервативных канадцев это очень пугает. С другой стороны, сепаратисты Кубека, а их там, по крайней мере, половина, если не больше, в том числе и политические люди, они очень внимательно следят за тем, что происходит в Каталонии. Не было никаких таких серьезных определяющих заявлений, но было сказано многократно во всех печатных и других органах. Даже на Фейсбуке у кубекских сепаратистов сказано, что мы следим, мы смотрим, и мы докладываем народу, как там будет. Представители Кубека сейчас там и ведут прямой эфир. Они, в принципе, каталонцев в деле их борьбы за независимость поддерживают. Но тоже осторожно, потому что наш кубекский сепаратизм очень специфический. С одной стороны, они хотят своего государства, с другой стороны, они хотят сохранить канадские паспорта, канадские пенсии. И как бы они хотят быть независимыми и при этом не независимыми. А так, конечно, не очень получается. Эндрю, вы очень много занимались проблемами Кавказа и, в частности, Грузии. Вы видите какие-нибудь параллели? Да, параллель безусловно есть. Причем даже я бы не стал сравнивать кубекский сепаратизм ни с каким кавказским. Это все-таки очень далеко и очень специфично. А каталонский, пожалуй, сравнить можно. Потому что вообще еврейский полуостров и Кавказ, они достаточно похожи. Конечно, это разные. И, тем не менее, все-таки далекие корни одни и те же. Если народ хочет иметь свое государство, то осудить это трудно. Другой вопрос. Сможет ли он свое государство создать и удержать? И насколько это полезно или вредно для окружающих? Потому что, как в свое время правильно сказал грузинский писатель Чабу Амириджиби, чтобы появилось новое государство, нужна какая-то международная необходимость для этого. И, например, сепаратизм Грузии связан четко совершенно с тем, что определенные внешние силы не хотят сильного грузинского государства. Вообще не хотят никакого грузинского государства. И, естественно, они поддерживают сепаратизм, который... На самом деле, даже если мы посмотрим на Абхазию или на осетинно-населенные части Грузии, даже, например, сто лет назад, когда грузинское государство впервые создавалось после утраты независимости в 801 году, ведь то, что было там, это не была, например, борьба Абхазов с грузинами или борьба осетин с грузинами. Это была борьба, например, большевиков и меньшевиков. И грузины и осетины, и грузины и абхазы были на обеих сторонах, не считая еще и третьих. Поэтому вот тогда это было совершенно четко видно, что здесь речь идет не об этническом сепаратизме, а об сепаратизме политическом. В Каталонии я не вижу, кому нужно сломать Испанию. Испания вроде бы никому не мешает. И в Каталонии мы видим это, скорее всего, просто всплеск не большевистского какого-то движения, даже так. Большое спасибо, Эндрю, за интересную беседу. Всего доброго, до новых встреч. Эндрю разделил каталонский, скажем так, кавказский сепаратизм на сепаратизм этнический и политический, что, в принципе, о чем мы вы говорили. Но, на мой взгляд, тут все-таки ключевой фразой было сломать Испанию. То есть не видит. Нет сил, которые видно, которые хотели бы сломать Испанию. Кстати, недавно в Фейсбуке я прочел, хоть и очень спорный, но интересный пост Георгия Альтонова, нашего соотечественника из Белеси, который считал, что, мол, британцы целенаправленно провели в свое время референов в Шотландии, для того, чтобы использовать потом этот прецедент против других стран. Ну, аргументация там у него следующая, что, мол, Испания является четвертой экономикой в Европе, потенциал ее влияния в мире очень значительный. Ну, и британцы помнят ту самую непобедимую армаду, которую уничтожил Шторм, и как он пишет про Фрэнсиса Дрейка «Пиратские отбросы британского общества». Ну, хороший слог. Не знаю, как насчет британцев и Испании, вообще выгодно ли сейчас британской короне сломать Испанию. Будем считать, что Артюнов шутил. Да, догадываю. Ну, чисто эстетически, историко-эстетически у него получилось красиво. Но вот кому выгодно сломать Грузию, я догадываюсь. Подозреваю, что вы тоже догадываетесь. Однако все ли так просто? Вот позиция, если существует позиция, во всем виновата Россия. Ну, в принципе, позиция, трудно с которой спорить. Но при этом то, что забывают о сепаратистах, а вернее уже, скажем прямо, коллаборационистах при этом, ведь такое отношение достаточно чревато. Давайте все-таки четко определимся с Россией в данном случае, чтобы не было вопросов. Россия однозначно оформилась, и, то есть, иллюстрировалась, так скажем, как серьезная, деструктивная и опасная сила и образование на международной арене. В чем здесь проблема? И почему это так происходит? Когда международное сообщество развивается более или менее стабильно и нормально, то в этой ситуации у России, исходя из того, что у нее уродливая экономическая и политическая система, нет никаких шансов. Она неизбежно отстает и теряет позиции на международной арене. Это ее, конечно, не устраивает. И поэтому она всегда стремится посеять беспорядок и хаос на международной арене, в том числе, особенно в демократических странах, которые она воспринимает главным своим противником и врагом. Чтобы уже в такой взбаламученной ситуации, в хаосе, как бы уже ловить рыбу в мутной воде. В таком уже беспорядке у страны с этим очень проблемным политическим и экономическим устройством появляется больше шансов вырываться вперед. Поэтому, если мы обратим внимание на ее поведение, она борется со всем системным и нормальным. То есть Россия парализовала полностью работу ОБСЕ, главной международной структуры, ответственной за мир и безопасность и нормальное развитие в Европе. Она буквально иллюстрировалась полностью как сила, которая начала серьезную войну с государственной системой Соединенных Штатов. То, чем эта страна славится. И слава богу, что в Америке наконец-то, по-моему, это заметили и начали как-то реагировать. Именно заметили. Вот столько заметили. То есть они очень долго этого не замечали. То есть, а у нас, значит, соответственно, речь идет о том, что используется фактор сепаратизма. Россия очень не нравится. И она постоянно это там виднеется на уровне риторики. Феномен такой интеграции, которая сложилась в Европе, как Евросоюз. И она целенаправленно постоянно пытается бить клин и противоречь европейское единство и так далее. Хотя вроде бы зачем, но... Вот именно за тем, о чем я говорил, что любая системность является предпосылкой нормального развития. А в нормальных условиях успешно развиваются стороны с гармоничным и нормальным политическим и экономическим строем. Есть смысл тогда у себя сделать системность? Ну, да. Вот дело в том, что Россия как раз поступает наоборот в силу ряда причин. И тут неизбежно возникает вопрос, а в принципе способно ли государство вот с этой исторической традицией на нормальное развитие – это очень большой вопрос. Но факт остается фактом, что до сих пор ей этого не удавалось. И именно поэтому она традиционно является негативным, деструктивным игроком на международной арене. В свое время Рональд Рейган говорил о том, что Советский Союз – это империя зла. По-моему, мы сегодня можем совершенно четко и серьезно констатировать, что эти слова в полной мере, если даже не больше, относятся к нынешней российской традиции. Но Трамп об этом не говорит. Да, но Трамп… Я думаю, Трамп к этому придет. И очень скоро. Потому что процессы продвигаются именно таким образом. Трамп, как мы уже раньше говорили, все еще остается в плену иллюзий, что какую-то совместную игру с Путиным ему удастся наладить. Видимо, так. Но это большое заблуждение. Все-таки вернемся к нашим, что ты сказал, баранам. Да, в том числе Россия настроена резко негативно вообще к идее государственности Грузии в частности. И вообще к идее государственности на территориях, которые принадлежали когда-то ее имперскому пространству. И сейчас она продолжает считать сферой своего влияния. А что значит, когда Россия считает территорию сферой своего влияния? Это неизбежно. Значит, что она обязательно планирует в будущем включить их обратно в состав империи. Тут не должно быть никаких сомнений. Но это даже не вчерашний, это позавчерашний день в истории. Политическое мышление в России работает именно такими категориями. И поэтому Россия совершенно целенаправленно и очень грязными методами борется против самой идеи и практики государственности в так называемом, вот это тоже российский термин, ближнем зарубежье. И мы это прекрасно видим на примере нашей страны, на примере Молдовы, Украины. Та же Беларусь. То тяжелое состояние, в том числе в вопросах с сепаратизмом, в котором мы, к сожалению, находимся, является результатом совершенно целенаправленной традиционной имперской политики Москвы, она истекает из того, что она вообще борется против системности, как таковой, нормального развития, и в том числе, в первую очередь, в отношении своих соседей. Она хочет посеять хаос, например, в регионе Кавказа, затем, объяснив миру, что регион не имеет потенциала и способности саморегулироваться, и поэтому там должен быть хозяин, наводящий порядок, и предложить себя в этом качестве миру и так далее. Для этого ей нужны сепаратисты. И ни для кого не секрет, что никаких перспектив ни у молдовских сепаратистов, ни в Украине, ни, конечно, в первую очередь, в Грузии и так далее, не было практически никаких шансов добиться того положения и той ситуации, в котором они сейчас находятся, если бы за этим не стояла реальная целенаправленная политика и практика Москвы. Но они уже добились. Да, но будем рассматривать это как промежуточную стадию, которая в конечном итоге должна все-таки как-то разрешиться. И тут, конечно, мы сами должны очень четко и правильно проводить политику в том отношении, чтобы результаты конечные были справедливыми и положительными. Потому что вот когда вы говорите и сравниваете с каталонским сепаратизмом, там факт, я отметил, что наш сепаратизм, он отличается дикостью и зверскостью. Ну, это в известной степени исходит из самой местной специфики, это раз, но по большому счету это результат природы, той силы, которая стоит за ним. Ведь в Каталонии, если бы вот за этим вопросом стояла Россия, так же, как вот она стояла за конфликтами, допустим, на нашей территории, произошло бы сейчас что? Там бы была война, и каталонцы осуществили бы, скажем так, этническую зачистку этой территории от испанцев. Ну, и не смогли бы, потому что испанцы были. И во всяком случае эти попытки были. Это российский почерк на всех территориях. И я думаю, за примерами ходить не надо. Вообще вот этот сепаратизм, вот не называют вещи своими именами, сепаратизм, иридентизм, это же разные, по сути, явления. Там кто-то, видишь, но так или иначе, международная практика придет к пониманию того, что нельзя все явления под одну гребенку фактически и в один формат сажать. Что тут скажешь? Сепаратизм – явление мирового масштаба, и с этим ничего не поделаешь. Есть объективная реальность. По разным подсчетам в мире существует от трех до пяти тысяч этносов, и этнических групп, а государство-членов ООН всего 193. Самое главное тут в том, чтобы желание отделиться от кого бы то ни было не приводило к желанию убить соседа или выгнать его из дома. Счастье это точно не принесет. А проблем сколько угодно. На этом большая игра подошла к концу. Большое спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова